Здравствуйте, уважаемые комиссии и коллеги! Мы представляем вашим внимательным доклад «Динамика психологического статуса студентов медицинского вуза при дистанционном профессиональном обучении в условиях пандемии коронавируса». Сложная эпидемиологическая обстановка в условиях пандемии вызвала необходимость принятия вынужденных мер по самоизоляции как в России, так и во всем мире. Не стали исключением и медицинские вузы. Данные изменения сделали невозможным участие в массовых мероприятиях и развлечениях, свели к минимуму общения с друзьями и близкими. Проявившееся при этом повышение тревожности привело к возникновению ряда трудностей. Ранее при изучении вопроса тревожности мы выявили, что от депрессии страдает примерно треть студентов медицинских университетов во всем мире. Ведение дистанционного обучения в условиях пандемии приведет еще к большему повышению уровня тревожности и стресса. Целью стала оценка психологического статуса студентов медицинского вуза при введении дистанционного профессионального обучения в условиях пандемии и самоизоляции. Задачами были выбраны изучение динамики психологического статуса студентов, оценка влияния дистанционного формата обучения на уровень усвоения материала и распорядок дня студентов, и анализ мнения обучающихся о получении профессиональных компетенций дистанционно. Объект – это студенты с 4 по 6 курс всех факультетов. Предмет – психологический статус студентов при введении дистанционного обучения в условиях пандемии. В проведенном исследовании приняли участие 303 студенты старших курсов всех факультетов из ГМУ. Средним возрастом 22 года. Был проведен авторский онлайн-опрос, который мы разместили в сети интернет, в актуальных ценностях сообществах, популярных среди студентов в социальных сетях. Первая часть анкеты состояла из 16 вопросов, касающихся определения условий обучения, анализа информативности и оценки усвоения материалов и дистанционного обучения. Вторая часть вручала 9 вопросов анкеты состояния здоровья. Пункты данной анкеты соответствовали симптомам депрессии согласно критериям американской классификации психических расстройств. Среди опрошенных студентов представителей лечебного факультета явилась большая часть – 63%, педиатрического факультета – 22%, гендерное соотношение – 16%, мужчины – 84%, девушки. Анализ полученных нами результатов показал, что доля студентов, для которых занятия в дистанционном формате были удобно-информативно, составило 26%. При этом 14% считали такой формат неудобным и неинформативным, а 6% ответили – информативен, но неудобен для использования. Неинформативно, но удобно выбрали 66,7%, в зависимости от предмета и преподавателя думают – 7%. Что касается вопроса об изменении дневного распорядка при дистанционном формате обучения, то данные распределились следующим образом. Более половины анкетируемых отметили значительные изменения в лучшую сторону, 26,4% отметили изменения в худшую сторону, остальные считали – ничего не изменилось, и изменения есть, но незначительные. Почти у третьей обучающихся не хватало времени сделать перерыв, так как студенты всегда были заняты домашним заданием. 17,6% респондентов считали, что в дневном распорядке ничего не изменилось. Не хватало времени на занятия чем-либо другим, кроме обучения – у 6,4%. На этот вопрос также значительная часть студентов предложили свой вариант ответа, который вы можете увидеть на слайде. Далее мы проанализировали уровень тревожности и качество усвоения материала, и выявили, что большая часть студентов оценили усвоение излагаемого материала на хорошо и удовлетворительно. Около 40% студентов испытывали сильное чувство тревоги из-за плохого усвоения материала. У такого же количества студентов не было чувства беспокойства, а остальные были удовлетворены форматом обучения. Несмотря на то, что 18% опрошенных часто испытывали затруднения при выполнении задания, а 1% ответили, что затруднения возникали только по определенной дисциплине. Положительным стал тот факт, что более половины студентов редко испытывали затруднения при выполнении домашней работы, а пятая часть опрошенных не испытывала затруднений никогда. Более половины студентов испытывали беспокойство, если им был непонятен материал. Треть чувствовали себя спокойно, так как откладывали неясные вопросы до следующего занятия. Пятая часть опрошенных при возникновении трудностей и дистанционной связи испытывали пнев, равнодушие и раздражительность. На слайде представлена оценка уровня беспокойства студентов при затруднении выполнения домашнего задания в условиях дистанционного и очного обучения по шкале от 1 до 5. Большинство респондентов оценили одинаково. Следующий блок вопросов был посвящен выявлению тревожно-депрессивного синдрома. Сводную таблицу результатов анкеты вы можете видеть на экране. Оценка результатов для определения степени тяжести и депрессии проводилась по вопросам, которые вы видите на экране. Как мы видели, большая часть студентов ответили отрицательно на такие вопросы, как мысли о самоубийстве, чувстве неудачника, безразличие, трудности в сосредоточении на учебе, проблемы с засыпанием, отсутствие интереса к событиям. Но были и такие студенты, которые на многие вопросы ответили положительно, причем в части студентов симптомы возникали почти каждый день. Анализируя результаты опросника депрессии, мы видим, что у более половины респондентов отсутствует проявление депрессии или они минимальны, а у четверти легкие проявления. Тяжелые и крайне тяжелые уровни депрессии были диагностированы у 6 и 3% студентов-медиков соответственно. Итак, по итогам нашего исследования, при переходе на дистанционный формат обучения в условиях вырожденной самоизоляции выявлена отрицательная динамика психологического составляемого студента в медицинском обучении. Около половины опросных студентов считали дистанционный формат обучения информативным и удобным. Однако выявлены нами в ходе исследований негативная оценка влияния данного обучения на усвоение материала, трудности с выполнением домашних заданий вызвали появление отрицательных эмоций у студентов. Введение дистанционного формата привело к изменениям в дневном распорядке. Формирующиеся проблемы повлекли за собой значительное повышение уровня тревожности и возникновение потребностей в его снижении. Таким образом, изучение влияния новых форматов образования на уровне тревожности, оценка динамики психологического статуса и анализ мнения обучающихся представляются важными для дальнейшего планирования организации образовательного процесса и разработки рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья студенческой молодежи. Результаты нашего исследования нашли отражение в статье, опубликованной в журнале «Современные проблемы науки и образования». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова